всех приветствую повторюсь парни в последнее время снимать желания нет никакого а если еще с воды качественный контент то от меня роликов можно вообще не дождаться поэтому по старинке из машины что надо было снял что надо с воды показать чтобы кое-что объяснить имеется поэтому собственно говоря подача материала будет оставаться прежней тем паче что ну вот больше двух лет назад на петрушил бюджетно братьев крупной платвы все снял с хорошей музыкой там и так далее так 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 ну и чё три с чем-то тысяч просмотров кому нужна информация те и из машины смотрят ролики и из дома кому нужна кому нужна красивая картинка и големая реклама но парни это не мой канал вот у меня в руках ручка посадщика волжанка в данном случае теле в данном случае 4 метра так а так и и а и и и а ну и и и и а и и и и и 3000 отловил ей больше трех половиной лет 3 метров варианте весит ручка 340 грамм если использовать легкую голову сеточную то вариант очень легкий и собственно говоря любую рыбу больше 100 грамм весом я беру не задумываясь под сачек как только наобещал что к нему так ловлю рыбу и клев под стих потом умер добавил ароматики кормушку концентрированы пару мелких подвесчиков у клейка причем явно со дна что-то такое мелкое ребят такую рыбу не ловить неинтересно можно было бы конечно ой вытащит вы посадите посадить можно было бы конечно попробовать потамповать оставить рыбу на стол но во первых довольно жарковато до москвы нам ехать весь лишний верст у меня маленькими детьми а на новой риге может ремонтирует явно там будет жопанька и дочка звонил уже на два назад с головами сейчас проблем нет хотите от волжанке хотите от каида флагмана других брендов проблем абсолютно никаких что касаемо ручек ну во первых я обещал сделать обзор а во вторых вторая причина почему я решил это сделать потому что смотрю что многие любители спортсмены как действующие так и бывшие порой лишний раз стараются собственно говоря рыбу в подсачки не брать так Продолжение следует... 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 Говори, как это гнездо? Чё сень, Лёша? Продолжение следует... Поэтому, повторюсь, вот минимум 3 метра ручка подсадчика, на мой взгляд, должна быть. Больше лично для себя никакого смысла не вижу. Теперь, что касаемо альтернативы. Ну, если вы, допустим, спортсменом, и вам необходима 4-метровая ручка подсадчика, то, собственно говоря, я бы присмотрелся к подсадчику, к ручке подсадчика Сабанеев Мастер. То есть, в 4-метровом варианте весит 280 грамм, что на 60 грамм меньше. Ну, я 3-метровый вариант в магазине несколько лет назад держал. Палочка, ручка легенькая, изящная, все. Но в пользу у меня не было, ничего не могу сказать. Ну, и в начале года, по-моему, этого делал обзор ручки Argentum Fishing. Она есть в длине 2,8 и в длине 3,7. То есть, ну, Argentum 2 с копейками. Волжанка сейчас в 4-метровом 2,350. Я видел в каком-то там со скидкой 2,140, что ли. 3-метровый вариант что-то в районе 1800. Ну, как бы буквально позавчера общался с Лешей Кузнецовым. И он говорит, что резко, в несколько раз подскочила доставка из Китая. Поэтому удивляться не приходится, что цена выросла. Но, опять же, за такие деньги альтернативы нет. Что касаемо Сабанея, то 4-метровый вариант в районе 3000 рублей. Соответственно, 3-метровый, который вес вообще 200 грамм. Что-то там, 2,300, что ли, 200, что-то такое брать не буду, парень. Но в продаже они есть. Что касаемо Argentum, очень крепкая. Потому что, ну, прототип был в прошлом году у меня в руках. Сделан из маховой удочки, по-моему. Но очень крепкая. Как бы вроде и комель не толстый. Потому что по маховой удочке замечал, что помимо веса еще и развесовка. Если комель будет толстый, то при одинаковом весе, да, будет тяжелее орудовать, чем, допустим, с такого же веса, но комель тоньше. Там вроде и комель тонкий, и все. Но вот как-то мне показалось, что ею работать тяжелее. Ну что, вешаем голову. Показываю, собственно говоря, как она гнется под нагрузкой. Выводы делайте чаще. Поменял бы я свою волжанку, еле 3000. Нет. Но вот можно присмотреться к варианту 3,7 длина ручки. Если вы там спортсмен, если у вас трава, и вам выбирать не приходится. А как вот этот вариант по длине хватит? Нет, Андрюха, понимаешь, тут смотри какая ситуация. Если у тебя есть ручка, да, уже, ну, как бы куплено, то одно на другое менять, я думаю, смысла нет. То есть если изначально покупаешь, то, в принципе, рассмотреть как для первой покупки недорогую ручку, которую, ну, грубо говоря, трудно сломать и стоит адекватных денег, то, в принципе, возможно. Но это не в качестве рекламы, в качестве... Я понял, сейчас, Леха, сейчас я все скажу. Что касаемо ручки моей волжанки, еле, да, она все-таки похрупче, то есть, ну, как бы в умелых руках проблем нету. Ну, вот, если вы начинающий, если у вас опыта работы под сальчиком немного, а рыба довольно крупная, то вот как вариант я бы присмотрелся все-таки вот именно к этой ручке. Ну, и напоследок, возможно, с этого можно было начать, ну, ладно, нужно было начать. Так вот, слышал, что штекерные ручки более жесткие, чем телескопические. Ну, вот, давайте посмотрим в четырехметровом варианте, собственно говоря, какая жесткость у этой ручки. Потом посмотрим, собственно говоря, в трехметровом варианте, посмотрите, что собирать и разбирать ручку под сальчиком дело буквально там минуты, поэтому не надо лениться раскладывать, собственно говоря, под сальчик, особенно, повторюсь, если у вас вариант легкий, при этом, повторюсь, бюджетный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, в общем-то и все, парни Вот могу смело рекомендовать ручку подсадчика «Волжанка Тели 3000» прежде всего Кто-то говорил, что, писал в комментариях, что резьбу срывает, не знаю Повторюсь, три с половиной года первой ручкой год вот этой вот отловил Повторюсь, ручку подсадчика собираю на рыбалке каждый раз Порой бывало и по два, и по три места в этом году меня, соответственно, разбирал, опять собирал У меня проблем никаких абсолютно с этой ручкой не было Ну и самое последнее, чтобы не сломать ручку подсадчика Ни в коем случае рыбу там больше полкиловеса нельзя поднимать Я ломал дубовый волгарь на килограммовом лище Поэтому вниз и, собственно говоря, поднимаем рыбу вверх Ну давайте еще раз посмотрим Продолжение следует... Если делать так, то никаких проблем с подсадчиками, с ручками прежде всего У вас не будет, поверьте Ну вот, как-то так Надеюсь, еще раз, что кому-то было полезно и интересно А на сегодня все всем пока